народ привет из солнечного краснодара сегодня у нас догадайтесь сколько на улице у нас сегодня плюс 16 вот так вот вам не хухры-мухры моя любимая кафешка называется пекарня хлебная корзина куда я каждый день практически хожу затовариваться что-нибудь себе вкусненько покупать так и до сегодня гулять потому что тепло надо выползти пока у нас морозы не начались какие-то не какие-нибудь чего-нибудь не похолодало выбраться прогулять подышать свежим воздухом так и значит что хотела рассказать первых у меня был вчера мой первый рабочий день точнее моя рабочая ночь потому что я работаю с 5 вечера до часу ночи 8 часов да вот это переводческая моя деятельность началась вот несмотря на то что сертификат был на обучение было именно на переводчика медицинского на самом деле медицинского было довольно таки мало в первый мой день но были очень смешные случаи наши свежепереехавшие мигранты через границу мексиканскую это было что-то были пару случаев когда я не могла сдержаться мне так хотелось смеяться это было реально очень смешно я не знаю что будет если я будущем не смогу удержаться и буду хохотать весь голос во время перевода до этого дойдем это я расскажу в конце а сейчас хотела рассказать немножко другой случай перед тем как выйти гулять я получила сообщение на хэдхантере это вот российский сайт по поиску работников работников до профессиональных и я отправляла свои резюме там была насчет позиция какой-то ведущий маркетолог сфере электроники и каких-то там технических вещей я даже обрадовалась думаю вот это то что мне надо да то есть я всегда работала по крайней мере очень долгие годы работала в телекоммуникациях тут не не совсем телекоммуникации но связано с технологией там какой-то истра какая-то зовут или что за предприятие какое-то крупное которое заниматься там радиоэлектроника и так далее ночь надо маркетолог в общем позиция описано такая что я это 20 лет делала в крупных американских компаниях то есть для меня то ну просто семечки да и вот значит пришло как раз сообщение о том что ну из москвы что значит позвоните по этому номеру меня зовут дмитрий и давайте поговорим по поводу этой позиции зарплату они обещали 200 тысяч якобы я позвонила мы с ним поговорили прямо до того как вот я вышла гулять вот и хотела сначала записать разговор про мой первый рабочий день в виде переводчика в итоге решила что я вам расскажу про вот это вот снобистское отношение москвичей на тем кто живут в краснодаре то есть ему пофигу даже что-то там из америки и так далее тут основной ключевой вопрос что вы же в краснодаре все эти вот и такие снова вы там находятся в этой москве он мне такой говорит но если говорить о дистанционной работе потом их было написано что если кандидат будет подходящий то мы так и быть первые три месяца разрешим ему работа дистанционно а потом вы все равно должны будете переехать иначе москву и он такой говорит мне в краснодаре а у вас будет возможность вообще в интернет зайти таким узнать и таким вот голосом ну по голосу молодой наверно лет 30-35 да и он такой ну не знаю вас к интернету туда доступ будет у вас вообще выйти в интернет там на кое-что поделать в интернете я говорю краснодар что на луне находится или краснодаре ростелеком как-то отрубили кабеля до враги взорвали хату или что случилось играла что за концерн у вас какая проблема то есть вы считаете что в краснодаре какие-то проблемы с высокоскоростным интернетом или что за я говорю и такой вопрос как бы не ожидала вообще услышать он говорит ну то есть вы подтверждаете что он технические у вас параметры будут работать в интернете с переводчиком работаю на компанию которая калифорния находится без проблем да то еще раз и логин с калифорнийскими клиниками общалась весь вечер точнее и тут он такой ну я надеюсь что вы сможете в краснодаре добраться до интернета и вот показать что-нибудь по интернету мне даже не знаю как сказать на эту тему а что в москве на самом деле они считают что у москва это центр мира да все остальные люди вообще как-то лохи какие-то да америка тоже не считаю ничего не считается только считается все что москве потом он значит говорит на посмотрел ваши резюме ну и бей ваша американская еще типа ладно ну еще ладно так сойдет мастер бизнес администрейшн американский это так ничего не значит училась несколько лет в университете в американском на английском да а вы одна из позиции это значит высокий уровень знания английского языка а это не ну ладно это он говорит это еще ничего а у вас там математические кубанского университета это ладно можно подумать что вы там какие-то цифры можете посчитать так он у меня вот так вот я вам и передаю как он говорит со мной да ну какие-то цифры на рам можете посчитать я говорю так подождите извините шучки какие-то цифры посчитать у меня говорю степень магистра в теоретической математике вообще-то и статистики я преподавала в университете вообще-то в тюменском госуниверситете я преподавала математику статистику по распределению когда там квартиру получила как студентка а на филиале в уренгу и филиал кеменского госуниверситета я говорю а что это типа вообще ничего не значит он говорит ну вы меня этим не впечатлите меня только может впечатлить а мехмат мгу вы только вот это только меня может учить все остальное меня я говорю знаете мехмат мгу и вряд ли они будут то искать работу вашей компании на должность маркетолога я еще какая-то оторванность полиция поехал что-то мне кажется я сильно теплый свитер надела сегодня думала будет прохладно даже до 16 градусов она прошла немножко жарко на самом деле надо было вообще легко одеваться и какие машины краснодаре ездят нет уже денег нет у нас только на лексусах на мерседесах сегодня это вчера с кем-то разговаривала мне говорят уже да а в комментариях написали у меня под видео этот шортах что ой какие деньги в россии в средняя пенсия там средняя зарплата столько-то столько-то краснодаре вообще только 50 тысяч рублей средняя зарплата я только понять не могу кто ездит на этих иномарках тогда меня подумал одни стоят лексусы бмв и мерседесы всех друзей моих мерседесы обратно бмв машина кто тогда на этих машинах китайцы нулевые у многих ездят а вот volkswagen toyota то есть машина это шикарно или очень хорошего качества машины на которых люди ездят то есть вопрос у меня тогда возникает ой не пойму то живая собака нет это как это шарманка да найти прикол какой сделали эти такие прикольные кьют на и все полюсенькие собачек очень много ходят в будет гулять сегодня вторник будний день много красивых девчонок сидит вот и вот это вот хамство такое да то есть он такой сквозь зубы это это одно второе что заметила это я еще заметила как только я приехала вот в октябре я тогда подавала много резюме на все вот эти вот там всякие билайны как его мтс и так далее то есть или коммуникационной компании и какие-то другие там еще были такие крупные российские компании что почему-то вот такого вот в америке я не вижу а здесь просто это направо и налево что дают тебе какой-то проект прямо вы знаете на полнее полный research до полное исследование рынка дают и просят что-то дергаться и просят сделать полное исследование да то есть вот они говорят значит мы только рассмотрим вас тогда когда вы значит для нас напишите там вот какой-то проект и дают тему какую-то это вы знаете за полностью значит в excel и формулы всякие надо там рассчитывать просчитывать например там сегментацию рынка этот а то там маркет сайз марки чиро такое как бы все дела надо рассчитывать и потом по результатам значит этих исследований расчетов в этой в excel и нужно соответственно галерея наши нужно потом делать проекты в powerpoint и да то есть в принципе это занимает а дают они на это дело например неделю да то есть идите делайте неделю проект бесплатно а потом насчет нам пришли эти все ваши исследования проекты презентации а мы значит рассмотрим и определим как а какие значит люди лучше сделали и уже потом мы значит выберем лучших и так далее вы знаете я такого в америке никогда не видела за 25 лет потому что время считается это деньги то есть ты когда тратишь свое время на вот такие проекты то это все извините не бесплатно и никому в ум не приходит попросить вас могут там какой-нибудь тест прислать если вы финансы устраиваетесь вот дочь у меня в амазоне работая финансах постоянно она когда начата устраивалась мы давно она уже давно работает на на лет шесть но перед тем как она устраивалась она говорила что приходили таблицы в excel и не нужно было на время делать тест какой-то но я понимаю допустим финансисты они и она у нее тогда опыт еще был маленький на пустой университета это было то есть допустим они хотят взять специалиста который действительно очень быстро работает в excel и знает все эти программы как ими пользоваться и так далее это я еще могу понять допустим что хотят протестировать такого специалиста в моей как бы области во первых нет необходимости там найти быть супер специалистом в excel и потому что ну там можно базовые вещи делать но не надо но целое исследование рынка делать возьмите это гоноку так можно нанимать на работу каждый день лохов то есть я сижу начальника дела мне дают допустим задание сделать это в исследовании рынка вместо того чтобы платить какой-то компании или каким-то специалистом я беру пишу объявление на хэдхантере что мне нужен специалист по исследованию рынка и заставляю их бесплатно делать эти проекты потом отбираю лучший проект говорю что это мой проект и подаю его начальнику и все остальным говоришь ну вы знаете там лучше были варианты ваш был как бы не очень проект то есть это такую ситуацию я даже не собираюсь брать рассматривать и это уже не одна компания то есть россия это видимо мода на самом ли деле они так отбирают людей или просто они так проекты делают бесплатно для себя это остается загадкой вот я посмотрела когда объем работы мне там бы присылали они вот эти вот тестовое задание так называемое да там работы на хорошую неделю то есть там их копать и копать и исследовать и читать и все это суммаризировать расчеты делать потом это все презентации устанавливать powerpoint а потом кто-то возьмет презентацию напишет свое имя и подаст начальству нет вы извините это до последнего ежа доедать либо это человек должен быть знаете как после университета то есть вот у них нет опыта они не могут вам показать ничего своих работ тогда вы пожалуйста берите и покажите там что-то да вот там да это если мы брали в америке интернов да там ребята с колледжа все равно мы там 20 долларов 15-20 долларов в час платили сейчас вам даже больше платят особенно если это мб и студенты студентам за то чтобы они сделали какую-то такую но пробную работу да а тут и как поняла что три месяца вы значит сидите в краснодаре три месяца работать и у найти как он сказал это будет неофициально вот после слова не официально мне хотелось уже на этом месте положить трубку потому что слышите это что за вообще за прикол неофициально то есть значит даже ну я вам там что-то заплачу но это будет неофициально а я начальник этого проекта то есть я говорю это хитро мудрый товарищ который просто сообразил что можно эти проекты не делать самому можно находить таких лохов которых он и он так обиделся когда я его раскусила да я ему сказала они официально три месяца поработать я говорю знаете что молодой человек в эту лапшу вешайте каким-нибудь дурачкам или студентам которые вчера только родились или только поступили в университет они взрослым теткам которые 20 лет проработали в сша вы будете мне эту сказке рассказывать про неофициальные какие-то три месяца работы это что-то вообще чем-то я конечно шоке ну то что такие тестовые задания я так поняла крупные компании делают но именно российские то есть если пример там была компания я подавала заявку джонсон и джонсон то тестовых заданий таких никаких не было там они были тесты обычно тех на какую-то там на логику на внимание нам какую-то там хрень даже может быть там на знание английского языка еще что-то но это была московская компания требования было переехать москву это ладно то есть какие-то там легкие тесты на какую-то логику там на 10 минут это понятно но просить сделать исследование рынка на неделю или там какой-то такой конкретный проект а вот этот снобизм да что у вас там в краснодаре к интернету есть доступ какой-то игра какие проблемы у краснодара с интернетом могут быть или то есть если вы в краснодаре этого как бы вы там в прошлом веке в каком-то живете или что что за снобизм в общем такой высокомерный не знаете потом а потом он не говорит но только один вариант без тестового задания целый рынок исследовать ему электро инструментов там каких-то электроники точнее а это только если вы у вас есть ученая степень вы какой-нибудь там печди то есть там профессор и у вас есть работы в интернете где вы можете показать эти работы за вашим именем и так далее вот покажите публикации какие-то я говорю я журналист или у меня где-то написано что я этот профессор университета какого-то работы печатать я говорю понимаете я занималась всю жизнь разведкой конкурентов конкуренты мои были apple samsung nokia айтенти и verizon спринт камкаст ну тиму был был одно время конкурента пока я не стала там работать но дело в том что в таких компаниях когда вы занимаетесь такими вещами вы даете подписку не разглашение то есть эти данные если где-то появится утечка что я какой-то своих своих презентаций где-то опубликовала меня быстренько засудят то есть когда вы работаете в таком вот слове разведка вам сразу же задают кучу бумажек подписать они разглашение потому что это что вы разведуете конкурентов и та же информация будет очень цена для конкурентов то есть то что вы готовите зная об этих конкурентах и тем более еще враги ли стратегии то есть трагическое развитие если ты работаешь ну я ему сказала есть какие-то старые презентации которым там уже несколько лет я могу показать но они у меня на печатанном виде или в электронном могу на зуме показать разделать этот шерф скрым разделить экран и показать какие-то свои старые презентации но публиковать это нельзя ни под каким видом и он знаете такой раз вы не можете нам предоставить мне а публикации а то следующий вариант этого только вы должны работать на нас три месяца бесплатно я говорю знаете если вам хочется узнать о моих результатах моей работы вам надо зайти просто напросто на linkedin linkedin это американский профессиональный нетворк типа социальная сеть для профессионалов и где бы ты не работал какой бы компании ты не работал там тебе часто оставляют отзывы рекомендации это могут быть и вице-президенты компании могут быть и директора крупные какие-нибудь начальники крупные именно из этих компаний там у меня самсунга из nokia с этим обла у меня везде написаны отзывы про меня что она работала на таким-то проектом и проектом принес только то там прибыль и так далее вообще вы знаете я не знаю там мне может попался такой какой-то мурый мужик и вообще левый какой-то вот либо это тенденция такая в россии на игру если бы он был один такой но до этого мне уже присылали прямо этих тех задания на то есть они прямо папку присылают в мейле и там описание на 5 страниц вот этого проекта которые они хотят чтобы ты сделал да то есть там исследуйте рынок такой-то такой-то тренды такие-то такие-то и посчитайте нам значит долю рынка и там сегменты рынка и потенциальный значит а ритурн инвестмент там возврат на инвестиции и напишите стратегию развития извините я за это в америке получала более 10 тысяч долларов в месяц а тут я значит должна бесплотно какие-то танцевые проекты стратегического развития писать скажите кто ребята вот кто работает таких вот сферах в россии там флайне маркетинга и вы вас нанимают на работу периодически это нормально такой такие требования получать или это только мне такого попалась вот эти какие машины ездят porsche разный этого машина много японских не скажешь от устали постарение таксишки это вот александре карта в краснодаре вот если вы мне скажете это нормально ли это просто я такая удачливая что мне попадаются такие компании которые просят вот такого рода как бы писать и целые исследовательские работы не но я такое вообще не сошли бы ну если вы у вас есть какие-то публикации с вашим именем мы увидим увидим что вы известный человек что от вас есть какой-то там след в интернете гриндок зайдите на linkedin в америке так себе делают идут люди на linkedin смотрят вы профил читают от крупных руководителей этих крупных компаний отзывы и вот твоя рекомендация скажем потом просят показать или рассказать если где там подписка не разглашение ты не можешь это дело показать ну какие старые презентации можно показать можно рассказать конкретно чем-то этой компании занимался но может быть игру в максимум тесно там excel какой там базовый тест ну еще чтобы это вот и заставляли там писать какие-то целые там дизертации на неделю исследования рынка это она нереально никто там не будет сша делать и какие цветочки прикольные никто такое не просит вот ночью я вам рассказала свое неудачный опыт работы российскими сайтами службу служб незнакомства служб этот работодателей поиском работы да вот такое короче мне прямо а именно тот московский какой снобильный мой какой-то там кубанский университет какой-то там математический вот если бы вы там были там баумановском каком-то там их мать это ты сравнили называется кое-что с пальцем да и чуть-то ребята с мехмата будут к вам маркетологом где маркетологи где мехмат вот но я избалован и мне вот нужны вы только такие там из америки на тоже только с гарварда на на если ты какому-нибудь университете таких масса тут и не человек то есть только с гарварда гарварде сейчас тоже образование там по квотам черных только набираться то есть есть квоты набирают черных и уже профессора в гарварде говорят что студенты не тянут программу потому что набирают не по оценкам и по успехам по цвету кожи так что не знаю будут сейчас студенты гарварда предпочтительный нормальных просто обычных университетах которых нет этой программы дурацкой по вот этим вот как вот там вот ну что еще хотела рассказать ну значит еще вариант следующий то что у меня был как я сказала первый день моей работы вчера вечером да то есть умел да у мне принципе удалось удачно то есть я по американскому времени работаю по pacific time это тех океанский время по которой живет калифорния то есть у них 9 утра у меня пять вечера вот на данный момент это нормально как раз уже все на темнеет обычная днем все свои дела по делу он погуляла по солнышку все такое их не сижу возле компьютера целый день на целый день я вот могу ходить гулять наслаждаться природой погода вечером стемнело бэмс домой включила телевизор и сидишь и ждешь звонок у меня было за вот 8 8 часов рабочий день так сказать да у меня было может быть 6 звонков всего или 7 6 или 7 звонков остальные звонки написано что до меня другой переводчик забрал то есть идет входящий звонок и моя программа не успевает хватать этот звонок написано что другой переводчик взял вот то есть я думаю что там какая-то система стоит может быть они новых переводчиков ставят в конце более опытных ставят вперед и а может быть для начала пока там вот вы обживетесь до начале вас ставят как бы в конец чему очень благодарна потому что первый звонок я прямо аж это очень сильно нервничала чуть ли не прямо вспотела вся от от ужаса думаю боже мой что же будет с первый звонок как это все пройдет вот ну а после первого звонка уже идет как по маслу то есть я-то ожидала что будет очень много медицинские терминологии которую как ты не учи ты и забываешь она зараза все на латыни вот и ну то надо каждый день понимаете пользуется это терминология чтобы вспоминать там все эти поджелудочные там железы всякие там толстые тонкие кишки и так далее на английском на латыни это очень сложно забывается очень быстро поэтому ну когда ты не используешь слова каждый день ежедневной жизни то они очень быстро забываются поэтому я очень сильно нервничала чем это все закончится вот но звонок у меня был первый очень простой минут ноги верно на 10 потом было из аптеки был звонок там значит заказ аптека подтверждала заказ у клиента на там какие-то кучу каких-то там вещей ну такие простые все потом было от глазного доктора приходил мужчина спрашивал про какие-то капли один был очень смешной была русскоязычная пара но по ходу по акценту может быть армяне или армяне или азербайджанцы но нечисто русские то есть слышно что акцент у них есть вот тем не менее переводчика попросили они русского и у него был какой-то воспаление членов и не мы предлагали делать обрезание ну да обрезание значит предлагали стероидный мо крем мазать доктор уходила следующий день в отпуск и только вернется 12 марта до 12 марта ему предложили помазать член стероидной мазью он очень жаловался что ему очень плохо и так далее жена там тоже сильно нервничала давайте скорее делайте обрезание потому что надо чтобы он скорее выздоровел пошел на работу работать вот а доктор говорит а я в отпуск а почему ходит доктор в отпуск потому что везде каникулы в школах и студенческие каникулы у меня у сына каникулы начинается через неделю так называемый spring break это весенние каникулы и все родители у которых есть дети берут отпуска потому что куда-то идти это девать надо и же не бросишь одних дома в америке нельзя не те оставлять дома одних до 12 лет вот поэтому все родители берут отпуска и огромной скоростью шпарят куда-нибудь с детьми сети там гиснейленды и так далее но такие у кого есть деньги кого денег нет и просто сидят тупо с детьми и дома либо тащат детей с собой на работу в общем куча разных вариантов вот ну в общем очень было вот интересный случай а потом был самый основной случай не потом было два еще случаями два звонка один были свеже приезжих приехавшие иммигранты которые через границу перешли видимо по фамилии судя и потом какой-то азизаев или что-то такое сейчас точно не вспомню но звучало вот как-то так азизеев или вот что-то такое то есть явно что не россияне он был женой они буквально перешли через границу 24 февраля и они уже сидели соцслужбе калифорнии требовали бабла всяких разных бенефитов и так далее что им пообещали не сходят кассы но было бы записать какие-то там подписать какие-то формы им сказали что через неделю или две с миграционной службы придут уже документы им придет дебетная карточка на которой будет куча денег и вы эти деньги хотите идите в этим и снимаете эти деньги покупайте что хотите хоть наркотики на эти деньги то что хотите это уберите вот там хотите на эти деньги продукты покупайте но продукты лучше не тратить и потому что вам еще на продукты будут талоны продуктовые фундтемпы будут а эта карточка чисто с начин с наличкой и каждую неделю вам туда будут добавлять еще наличных вот еще запишитесь на курс английского языка вам бесплатно будут учить английскому вам начнут искать работу помогать и придет карточка медицинского страхования потому что вы же беженцы не знала с какого режима страшного они беженцы из азербайджана но тем не менее они уже идут по статусу рефуджи это беженцы те кто перешел границу раньше это были нелегальные эмигранты а теперь это беженцы и сразу же все плюшки от страшных политических режимов всего мира выдают откуда по ней не страшные по не перешли границу это все у нас эти беженцы вот так вот а еще лучше сказать сразу что ты лгбт и тебе там страшный какой-нибудь путин не разрешает быть геем стране ли открыто проявлять пропаганду то тебе еще три раза больше дадут с этих плюшек еще и гей сообщества сверху добавить еще бесплатную операцию по смене пола сделают если вы вам и вашим детям за счет налогоплательщиков американских демократии так демократия чё там теряться вот ну короче говоря это вот этот был один уже по-моему третий звонок был и еще один был звонок очень смешно я просто я не могла сдержаться ребята мне было настолько смешно тоже приехали мигранты судя по голосу тоже не чисто российские какой-то с мусульманской страны причем пришла мама в школу школу разбираться всяким принципам с директором а я все все это время думала что-то папа потому что очень был грубый голос у женщины то есть прямо такую найти очень диски низкий голос она сильно очень возмущалась оказалось что это мама пока она в конце не сказала что подождите вы еще не знаете что такое связываться с нами скоро придет вам папа это было что-то было это уже папой был оказывается это была мама а папа еще только обещался прийти оказывается значит девочки 11 лет английского она не знает ее записали в школу соответственно образование с бывшего советского союза математическое очень хорошая то есть у нее были хорошие успехи по математике и другим дисциплинам ну позвони обучения у не были хорошие а вот но что-то поведение мне понравилось якобы она там ну по словам вот этого директора что жалобы были что она пыталась помогать другим детям за оплату по пять долларов срыла домашнюю работу продавала они за поведение начали ее критиковать то есть там было какое-то собрание поскольку она не говорит по-английски как она там школе живут я не знаю в общем далее переводчика русскоязычного они потом сказали что видимо сам переводчик был все же знаете переводчики все у нас русские у нас там с любого с любой страны советского союза все русские переводчики вот в общем они сказали что ночью мои все вы свалили в итоге на переводчика сказали что переводчик не так перевел и это не не то имелось ввиду но скандал из-за чего что якобы ну то есть это то что то рассказали уже школе что это она подсказывала другим детям и начать эти домашки и свои подсказки продавала а как перевели якобы дочки и как она преподнесла родителям что якобы поругали за поведение ее что она вызывающе себя вела и якобы у нее был интерес к мальчикам но вот это пришла мама ругаться что типа ей 11 лет она ничем не интересуется кроме видеоигр а вы мне тут рассказываете что на мальчиками интересуются я сейчас прошла по вашей школе вас половина школы всякие латиносы и черные проститутки выглядят как шмары шалавы вот так она сказала я в таком шоке как бы я не должна такое даже переводить потому что у нас там действия кода в контакт то есть это код как надо что переводить если такой начинаться ненормативный язык то ты принципе должен сообщить и ну клиенту и вот этой вот родители например не сказать что я такие слова ну не могу переводить как переводчик в принципе надо было это все делаю как бы заканчивать да но насколько поскольку было настолько смешно и интересно мне было само интересно чем закончится вся эта драма что я не хотела как бы но мы говорить на вашу затеять слова период не буду я и хочу привела просто там там сладко сладко сказал и что они выглядят очень открыто девочки як же не перевела эти слова как она мне требовала приведите им что там у них девочки школах выглядят как проститутки это конечно не стала переводить вот но я и не закончила разговор за что не было дальше интересно дослушать чем закончится в общем мама долго орала рассказывала что школе у них одни проститутки учатся двенадцать лет я это хочу сказать что я вижу по ним что они уже трахаются тут по полной программе а вы посмели на мою дочку сказать в 11 лет что она как это как это не так себя вела а те говорят мы вообще не имели ввиду сексуальное поведение вашей дочки мы имели ввиду что она там подсказывает по математике и так мы вообще вы сейчас восхищаемся и успехами на настолько хорошо рассказывает все если не настолько высокий уровень интеллекта у нее такая хорошая успехи по математике так далее вот поэтому и близко мы не имели ввиду ничего плохого про нее сказать очень очень интересно это все было в конце концов они и там какой как у тихо мерили но надо отдать должное очень профессионально директора директор потом он прислал шокот ассистом директора и как эта тетка была еще там 3 было вот со стороны школы одна мамаша весьма маша там целой лекции с криками с визгами проститутки шалавы и такое все кричала директор школы да да мы вас понимаем понимать это какая-то ошибка это какая-то ошибка в общем эти два предложения она начнет там три параграфа то это предложение она три параграфа и общем они в итоге ее тихомирили вот но она сказала что если что-то такое . они гадан мы такое не говорили на год я верю своей дочке не гайд так ваша дочка по-английски не говоришь ну это то что перевел переводчик они говорят ну так это переводчика проблема сен там не так перевел в общем знаете переводчиком сложно быть потому что на вас могут навесить а кстати сказать тоже вот девочка у нас группе она работает она на английский аккаунт работает у нее клиенты с лондона и сказал менеджер что почему надо обязательно говорить свое имя в конце и свой свое и свой айди вам дают осваивать айди ваша иди ваша переводчика нужно может быть перевод допустим врач скажет вы должны это лекарство принимать а ты допустим перевел вы не вы должны это лекарство не принимать если допустим он не принял умрет понимаете потом придут судить врача а врач скажет нет я сказал не принимать и скажу давайте поднимем разговор с переводчиком и если вы неправильно перелюбили эту действительно на вас это все как бы ляжет и ну как бы фактически все равно не вам ничего не сделают на то есть просто доктор отойдет доктору не надо будет под супа подоскать переводчик вам они что сделают а если допустим компания госпиталяйки все сша ребята сидят там в египте где-то до нас девочка есть одна русская в египте живет наверно муж у нее египтяне она такая вся в это платках в их них этих мусульманских агат и три месяца живу в москве три месяца в египте вот так я гадь езжу туда-сюда неудобно отработать и оттуда и оттуда вот но я к тому что ну вот она в египте допустим на его там обнаружил что-то она не так перевела и что-то с пациентом стала ну что я сделаю или там вот я в россии до нахожусь ну ладно и меня не считаем это американское гражданство допустим меня еще можно найти как-то а если человек просто там действительно сидит в каком-то там в египте там в эмиратах или где-то я перевел не так и что-то случилось пациентом и что ты как ты призовешь этого переводчика ответственности ну я считаю что никак принципе не переживание не призовешь вот так что ну хотя бы доктор может отмазаться доктор может сказать я не приписывал эту таблетку они допустим взяли эту таблетку сами выпили вот так что такая была интересная ситуация вот в плане школьной школьной ситуации а то есть леди с иммиграционной службы был звонок потом свежепролезших через границу потом вот это вот от гинеколога это проктолога мужского которому надо обрезание делать что там воспалилась у него на головке потом очень был короткий звонок от глазного врача какие-то там капли надо было закапывать один было с аптеки звонок тоже короткий там список медикаментов подтвердили и все два звонка были на автоответчик надо было сообщить что звонили с такой-то там больницы перезвоните вот номер и вот это вот со школьной со школьным трагедия была там долго то минут 20 или 30 было у них туда-сюда короче беседа пока мамаша там всех не это самое нет не дохала виртуально до морально показала мало ли что мы мигранты приехали через границу не знаем английском мы придем и покажем вам тут где раки зиму так что было очень интересно на данный момент как бы я считаю что неплохая работа и сейчас я буду понаберусь опыта в принципе можно подать другие компании уже на более высокую работу хотя через три месяца здесь будет у них и пересмотр если будет у вас позитивные отзывы что я думаю у меня были позитивные отзывы потому что все наши прощания с таким персоналом был очень-очень позитивная спасибо вам огромное за вашу помощь все было разрулили все я со своей стороны тоже стараюсь знаете порой хотя ну как порой постараюсь облегчить жизни того и другого если например не может правильно выразить пациент свое как бы там предложение да я стараюсь его простите донести но в более правильной форме до второй стороны вот хотя технически нам то делать нельзя тоже там целый тренинг проходит как переводить и в принципе должны переводить слово в слово то есть вот как они сказали вы должны точно также практически слова слова переводить вот но как я поняла из моей группы особо то других людей так никто не делает улавливаешь общий смысл и переводишь общий смысл старайся сжать его были короткий как бы отрезок а вот данный момент вот работая с думать гуляя по днем по краснодару я могу спокойненько получать тысячу долларов чтобы покрывать все мои расходы краснодарские позволяют мне не тратить мои кровные сбережения в сша вот пусть они там лежат если что не есть куда тратить у меня он квартира строится надо будет мебель потом ремонт делать и так далее в общем ребята вот и все новости ведь мы вернулись на северную красную можете посмотреть на поток машин краснодаре очень хорошо одетые везде люди женщины ходят в пальто между прочим то время как в сша пальто особо никто не ходит вот вкусная . макдональдс я чувствую себя не своей тарелки потому что в техасе было тепло все время у меня в принципе пальто нет у нас была неделя когда становилось очень холодно если купила пуховик а так как бы ну машине ездишь все время курточки у меня там несколько кожаных курточек коротких и как бы это и все пальто такие красивые у меня нет а желание как бы глаз на них стоит на этот найти пальто наверное себе все такие куплю хотя дело идет плита ужина и на может и не надо будет женщина она продает этими музыку надо бы муж купить себе мимошку на 8 марта а вот кстати 8 марта здесь будет целое большое празднество естественно день выходной день этого мне сша где выходных нет 8 марта здесь будет конкретный выходной день все уже мои подруги готовятся кому-то в гости едет кто-то куда-то сочи едет у кого-то муж там ведет по каким-то ресторанам кому-то муж там отправляют какие-то там спа этих другие с мужем едут в какие-то там на винодельни на какие-то в общем целые там но у меня кумовья пригласили к себе в гости будем у них отмечать вот но тут это прямо планируется заранее честно говоря все забыла за 8 марта то что сша вы знаете это рабочий обычный день и особо никак не отмечается вот так что надо вспоминать все праздники российские благо что идут 1 мая здесь будет кучу дней выходных и 1 там и 9 мая и пасха как раз вам то там а то есть он полмая будет не рабочих и даже не знаю буду ли работать а то что тут бесплатно никто вам эту переводческую деятельность площадь не будет может и какие-то дни возьму нерабочая или может часть дня по работа на часть возьму выходные ну точно люди на майские праздники уже готовятся заранее заказывают кучу отелей в сочи красной поляне вот билеты щас и мульти раскуплены у нас есть еще геленджик у нас есть горячий ключ и обычно меня приглашают в гости геленджик а знакомые там у них квартира на берегу моря так что может я поеду геленджик подышу свежим воздухом погуляем по набережной может сочи съездим вот так что посмотрим новым праздники идут весна подходит на этом мой репортаж из краснодара заканчивается всем привет даст точнее пока и до следующего выпуска пишите в комментариях что вас интересует еще и соответственно ставьте лайки подписывайтесь вот нас уже скоро 10 тысяч будет не знаю кто эти люди спасибо вам всем большое за то что вы меня поддерживаете смотрите very much appreciated вот всем пока пока до связи